Всем привет, с вами Диана Суворова и сегодняшнее видео будет полностью посвящено моим любимым тональным основам, которые я предпочитаю на лето. Это универсальные тональные средства, в принципе они подойдут очень многим, на многие из них у меня есть отдельные тест-драйвы на канале, это очень круто, то есть я собрала самое лучшее. Ну а если вас что-то заинтересует, то заходите в мой плейлист вот сюда, где я тестирую тональные основы и выбирайте подходящее средство себе на лето. Вообще летом совершенно не хочется пользоваться какими-либо тональными основами, чаще всего я просто пользуюсь каким-то SPF и это все, потому что лишний слой как-то не хочется наносить на лицо и так достаточно жарко. Поэтому самым главным критерием, по которым я выбираю тональные средства именно на летний период, это их невидимость. Ну и не только на лето, в принципе я люблю такие основы, которые имеют тонкое покрытие, совершенно невидимые на лице, с ними кожа выглядит довольно естественно, она не перегружена лишним слоем. Такие тональные мне нравятся. Хотя производители в последнее время все как будто помешались и выпускают тональные средства с плотным покрытием, чтобы все перекрывало. Если вы хотите топ самых плотных тональных основ от меня, то ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии, я обязательно прислушаюсь к вашим запросам и сниму тоже такое видео. Сегодня поговорим о легких тональных основах. Я думаю, что каждый из вас здесь найдет что-то для себя подходящее. Здесь будет и масс-маркет, и люкс, и бюджетные варианты, и корейские интересные. Так что, если вам интересно, то давайте начнем. Ну и пока вы еще здесь, если вы новичок на моем канале, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну все, поехали! Начинаем мой топ с тональной основы, которая совершенно недавно появилась на рынке. У меня на нее есть отдельный тест-драйв. Это тональная основа от Rimmel, которая называется Lasting Finish, и версия это Breezeable, то есть дышащее. Мне сразу понравилось это название, я сразу поняла, что мне должно понравиться из-за вот этой вот формулировки Breezeable. SPF у такого тонального крема 20, что, конечно же, очень круто для весеннего периода, но для лета, я считаю, все-таки маловато. Об SPF поговорим чуть позже. Итак, что мне нравится в этой тональной основе? Во-первых, это то, что ей безумно удобно пользоваться. У нее есть вот такой вот большой аппликатор, похож на большой консилер, и наносить ее одно удовольствие. Раз, два, три, распределила пальцами или спонжем, очень удобно. Также мне очень нравится водянистая текстура у этого тонального крема. Этот тональный крем на лице практически невидимый, то есть даже когда я близко смотрю на себя в зеркало, я не вижу тонального крема, я вижу красивую кожу. Это мне в нем очень нравится. Финиш у него сатиновый, очень приятный, не влажный, мне кажется, отлично подходит как раз для летнего периода, и он подойдет, в принципе, для любого типа кожи. Можно использовать и для жирной, и комбинированной, но если у вас есть какие-то недостатки на коже, то он их, скорее всего, не перекроет, потому что он очень легкий. В принципе, все тональные основы, которые я сегодня буду показывать, очень легкие и вряд ли они подойдут для проблемной кожи. Мы сейчас говорим о легких тональных, которые имеют такое среднее и очень слабое покрытие. Второе место я отдаю тональному крему Artvisage, который называется Устойчивый. Не перепутайте, там есть две версии, увлажняющий и устойчивый. Вот я рекомендую вам именно Устойчивый. Его цена просто поразительная, настолько бюджетное средство и настолько круто работает. Это одно из тех средств, которые я тоже наношу на лицо и совершенно не вижу его. За это я его очень люблю. И за его цену, конечно, тоже. Так что тональный крем хорошо перекрывает, в принципе, недостатки. Какие-то небольшие, скрывает покраснение, матирует кожу, долго держится на лице и абсолютно невидимый. Это прям очень круто, мне нравится. Единственный минус, SPF в нем всего лишь 6. Пользуйтесь какой-то защитой под него. Средство, которым я пользуюсь сейчас на лето, это вот такие вот спреи с SPF. Это очень просто работает. Выглядит на самом деле как термальная вода у меня здесь от бренда Урьяш. Но многие бренды, кстати, сейчас выпускают такие SPF именно в спреях. Это очень удобно. И что еще круто, например, в таких спреях, их можно использовать наверх макияжа и поправлять SPF. Если, например, прошло уже больше двух часов, трех часов и вы все еще на солнце, например, вы можете просто закрыть глаза и... Так что имейте в виду, сейчас вот SPF очень удобные. Третий мой летний любимчик, это бесспорно будет CC крем от Lumine. Он сейчас получил какую-то новую одежку, немножко такой ребрендинг. Но внутри это все такой же классный CC крем. Очень круто, что в линейке появился оттенок ультралайт и он подходит очень светлой коже. Собственно, я его и использую. В нем есть SPF 20. Это очень круто тоже на лето. И мне действительно нравится его красивое покрытие на лице. Он очень хорошо выравнивает кожу, незаметен на лице при нанесении. Я наношу обычно или кистью, или влажным спонжем. Мне нравится и то, и то нанесение. И всегда при нанесении он невидимый на коже. Кожа с ним выглядит натурально, не перегруженной, очень светящейся и красивой. И он достаточно долго держится. CC крем подойдет для любого типа кожи. Для жирной, комбинированной, нормальной, сухой. Он какой-то такой универсальный. Уверена, что у этого средства много поклонников среди моих зрителей. Поэтому делитесь вашими комментариями, впечатлениями. Четвертый тональный крем, о котором я хочу сегодня рассказать. Это вообще какой-то забытый тональный крем. О нем так мало говорят. Вернее, практически не говорят. Потому что это не новинка. Это не какой-то хайповый продукт. Это L'Oreal Alliance Perfect. В нашей стране он так называется. И за границей он выходит под названием True Match. Вы знаете, я давно им не пользовалась. И буквально недавно я купила себе новую бутылочку. Потому что увидела оттенок Ivory 1N. И мне он показался очень светлым. И действительно, он отлично подходит именно белоснежкам. Раньше почему-то я не замечала этот оттенок. В общем, в последнее время я им часто начала пользоваться. Мне очень понравилось его легкое покрытие. Кожа с ним смотрится тоже очень натурально. Не перегруженный. Однако он перекрывает чуть лучше, чем все остальные тональные. У него все-таки есть какое-то покрытие. Но смотрится оно очень красиво. Мне в нем это и нравится. Он дает светящееся покрытие. Не матовое. И даже вот если прям совсем близко к нему присмотреться, то видно, что в составе присутствуют такие маленькие перламутровые частички. Их, конечно, на лице не видно. Но от этого лицо смотрится каким-то живым, красивым, свежим. В общем, можно сказать, что я открыла для себя такую старую новинку. Очень часто летом я хожу без тонального крема. Но я использую минеральную пудру. Что в принципе само по себе является тональным кремом, но в виде пудры. Здесь у меня вот такой красивый экземпляр. Это пудра от Bare Minerals, которая известна своими минеральными пудрами, вообще минеральными продуктами. У меня здесь просто лимитированная версия. На самом деле обычные продукты выглядят не так красиво. Но раз в год Bare Minerals выпускает вот такие лимитки новогодние. И у меня здесь вот такая вот красота. И почему-то именно летом я люблю пользоваться минеральными основами. Вроде бы что-то и есть на лице. Вроде бы все недостатки перекрыты. Но такое ощущение, что ничего вроде бы и нет. Мне нравится пудра Bare Minerals Original. Потому что на лице она смотрится просто как вторая кожа. Настолько светящееся лицо с ней. У нее действительно какие-то светоотражающие частички есть в составе. И лицо с ней выглядит просто каким-то нереально красивым. Эта версия точно не подойдет для жирной кожи. Для жирной кожи вам нужно выбирать версию матирующую. Но если у вас сухая или, например, нормальная кожа, то я думаю, что вам понравится этот эффект. На солнце это выглядит как будто вы просто, не знаю, Дженнифер Лопес. Обожаю эту пудру. Кстати, у нее есть классный аналог в бюджетном варианте. Это пудра от L'Oreal Minerals. Я тоже тестировала ее на канале, но сегодня не смогла найти свой экземпляр здесь в студии. Думала, что он где-то здесь есть, но он остался дома. Тоже отличная пудра. Бюджетный вариант, потому что такая стоит довольно дорого. Очень круто пользоваться именно минеральной косметикой. Кожа под ней дышит. Плюс в таких пудрах всегда есть физический фактор защиты от сонда. Здесь вот, например, он 15. Предпоследний мой летний любимчик. И эта тональная основа по праву может считаться самой невидимой тональной основой на лице. Это тональный крем от Make Up For Ever, который называется Water Blend. Действительно, его на лице практически не видно. Кожа с ним смотрится просто идеально. У него очень странная текстура. Вот если я его сейчас пошатаю вот так, вы можете слышать, что он безумно жидкий. Ну, собственно, его название говорит само за себя Water Blend. Он на водной основе. Этот тональный крем водостойкий. И он переживет практически любую влажную погоду. Я имею ввиду влажный климат летний. Да и сухой тоже. В общем, любую жару он останется на вас. С ним можно даже купаться, и он все равно останется на вас. Это тоже очень круто. Конечно, если у вас есть какие-то недостатки на лице, он их не перекроет. Вам понадобится консилер. Но, например, для моей кожи, когда нужно слегка убрать красноту, выровнять тон лица, это вообще самое любимое средство. Особенно летом. В нем совершенно нет никакого SPF, потому что это профессиональная косметика. Поэтому под него я люблю пользоваться или каким-то спреем, или кремом с SPF защитой. И уже сверху наносить этот тональный крем. Я его обожаю за его стойкость, потому что он действительно очень стойкий. С ним вообще можно пережить все, что угодно. И он невидимый на лице. Это просто очень круто. Совершенно нет впечатления, что у вас есть тональный крем на лице. Я обожаю это чувство. Мне это очень нравится. И поэтому я его довольно часто использую именно летом. Зимой почему-то хочется покрытия чуть-чуть побольше. Как будто бы хочется укрыть кожу от холодов и от ветра. В общем, от всего. А летом хочется, наоборот, ее немного раздеть. И это действительно тот тональный крем, который разденет вашу кожу. Но сделает ее, не знаю, в сто раз красивее. Минус этого тонального крема, конечно, его цена. Он не бюджетный. Но я для вас приготовила аналог. Практически идентичный тональный крем. Но в бюджетном сегменте. И это корейский тональный крем. Наконец-то я до них дошла. Это тональный крем, который называется Aquapetite Jelly BB. И он действительно похож на желе. По консистенции они практически идентичны с Make Up For Ever. Здесь вот такая вот лопатка, чтобы его набирать. Плюс этого тонального средства, это, конечно, то, что в нем есть SPF. В отличие от Make Up For Ever здесь SPF, по-моему, сейчас я точно вам скажу, SPF 20. Прекрасно подходит на лето. Легкая текстура, которая красиво смотрится на лице. И имеет немного более плотное покрытие, чем предыдущий Make Up For Ever. То есть он перекрывает чуть больше. Но на лице тоже абсолютно невидимый. Я обожаю эти средства. Так что, если вы тоже любите легкие водные текстуры, которые смотрятся на лице как просто вторая кожа, или ваше лицо только лучше, то обратите внимание именно вот на это средство. Я думаю, что вам обязательно понравится. Ну и, конечно, делитесь вашими любимыми средствами, которыми вы пользуетесь на летом. Вообще, ваше мнение, это самое-самое важное, что есть на этом канале. Ваши комментарии, они просто бесценные. Их люблю читать не только я, но и все подписчики моего канала. У нас на канале уже 400 тысяч. Это просто нереально. Я говорю всем и каждому отдельное спасибо за каждый комментарий, который вы мне оставили, за каждый лайк, за всю вашу любовь и поддержку. Я вас очень сильно люблю и снимаю все видео с большим удовольствием. Ну и, в общем, мы скоро увидимся в новых видео. Всех люблю, обнимаю виртуально. Ваша Диана. Пока!